Всем привет! Я Рита Мурадова, и это мой канал на YouTube. И сегодня мы с вами поговорим о том, что я очень надеюсь, нас вообще в какой-то момент этого лета ждет купальники. Я уже пытаюсь найти различные поводы для того, чтобы надеть купальники этим летом. Учитывая то, что пока что мы никуда не вылетаем, не выезжаем, и вполне возможно, к сожалению, что и не выедем, я искренне надеюсь, что у вас есть какие-то бассейны, какие-то мини-курорты на территории вашего города, страны, куда можно съездить и хоть немножко впитать это лето. И поэтому сегодня мы таки, вопреки всему, что вокруг происходит, будем говорить о трендах купальников на это лето и искренне верить в то, что нам доведется их надеть. Так что, если эта тема вам интересна, продолжайте смотреть. Хочу с радостью объявить о том, что у нас началась, открылась регистрация на сентябрьские потоки наших курсов «Персональный стилист», «Стид для себя», «Профессиональный блогер» и курс «Повышение квалификации стилистов». Все эти курсы, детали о них, стоимость, даты, максимальный детальный план каждого курса, все это есть по ссылке под этим видео, кликайте по ней, там можно и регистрироваться, и более точно узнать о каждом курсе. Значит, собственно, тренды купальников. Поехали! Первый, наверное, один из самых главных трендов – это насыщенный какой-то оттенок цвет. В целом, я должна сказать, что вообще я чувствую некое колебание моды. Если вы помните, у нас был момент в истории совершенно недавней, когда мы все были в пастельных оттенках, и все было в пастельных оттенках, и теперь в этом сезоне, в том числе, просто обычная одежда вашего гардероба, она тоже более насыщенная и более яркая, и в целом очень актуальны. Вот такие оттенки, которые бросаются в глаза, не замыленные, не запыленные. Это же касается и купальников. Это могут быть как раздельные купальники, точно так же и цельные бикини, любой абсолютно формат. Это может быть моноцвет, это может быть комбинация различных оттенков в одном купальнике. Но самое главное, что он должен быть насыщенный, бросающийся в ваш взор. И очень классно такие купальники смотрятся на загорелом теле, на теле с легким загаром. Менее удачные такие купальники смотрятся на теле без загара совершенно, или на очень-очень бледном теле. Поэтому я бы советовала на момент, пока вы еще недостаточно активно загорели, использовать какие-то более нейтральные тона, и потом, когда появляется активный загар, или вы его искусственно наносите, как угодно, можно добавлять более насыщенные оттенки. Они замечательно смотрятся на пляже, на вас, на фигуре, на фотографиях. Я думаю, что в любом случае в большом количестве людей это тоже важно. И так как в целом на пляже это тоже некий элемент одежды, который мы используем, за счет вот этого насыщенного оттенка больше ничего в образ не нужно добавлять. Вы просто накинули какую-то огромную льняную рубаху для того, чтобы зайти в прибрежное кафе поесть. Вы надели комфортные вам какие-то сланцы, пляжная плетеная сумочка, шляпчик, и все. Ваш образ готов. Очень вообще один из моих, наверное, любимых трендов этого сезона. Мне нравится то, насколько он универсальный. Если вы берете моноцвет, то в целом я бы сказала, что такой купальник никогда не выйдет из моды, просто потому что такой моноцвет, особенно если это оттенок, который вам в принципе нравится, не какой-то трендовый, а какой-то, который с вами годы и вам не надоедает. Вот я бы, кстати, в нем и приобретала купальник, если у вас есть мысль о том, чтобы его таки покупать. Следующий тренд, он перешел в целом к нам в купальники, купальные костюмы и пляжную одежду из обычной одежды. Я уже говорила об этом, это мелкий цветочный принт. Он у нас сейчас в целом из одежды на юбках, платьях, топах, на всем чем угодно, на аксессуарах. И вот он к нам пришел в купальные костюмы. Очень женственно, очень нежно, слегка вот как бы инфантильно, но правильно инфантильно смотрится. Для всех тех, кто не наигрался с такой девичестью, с розовенькими цветочками, я, кстати, тоже, если честно, не наигралась. Вот мне такой тренд идеально подходит, он замечательно смотрится на фигуре. Я бы, кстати, даже обратила внимание на вот мелкий цветочный принт для девушек, которые хотели бы какие-то части фигуры с помощью купальника в том числе скорректировать. Те зоны, на которые вы хотели бы в вашем образе купального костюма меньше обращать внимания, я бы использовала именно там мелкий цветочный принт, потому что он не настолько укрупняет фигуру, как это делает достаточно массивный цветочный любой другой принт. Поэтому он настолько универсальный. Можно комбинировать различные текстуры, можно добавлять различные цвета к этому мелкому цветочному принту. Очень женственно смотрится и как раз на контрасте. Можно, например, вот этот купальник с мелким цветочным принтом надевать с той же льняной рубахой, с какими-то грубыми летними сандалиями, с кепочкой даже. Вообще не стесняйтесь миксовать различные направления стилей. Чем более они полярные, тем более интересным образ в результате будет смотреться. И я в целом мелкий цветочный принт тоже отнесла бы к вечному принту, который, несмотря на то, что, допустим, в следующем сезоне он может быть не настолько на пике популярности, он в целом никогда не выйдет из моды. И если это является продолжением вашего характерного стиля, я бы обратила внимание на вот такой купальный костюм. Следующий очень сексуальный купальник – это купальник с большим количеством завязок. Множество завязок в этом сезоне безумно классно и искусительно смотрится, с правильным красивым намеком. Вы, в принципе, ничего такого не делаете. Вы просто добавляете к обычному количеству каких-то завязочек, поворозочек еще парочку. Но за счет того, что они создают вот эти красивые диагонали тоненькие на фигуре, это действительно правильно вызывающе вот до границы смотрится. Единственный минус этих купальников – это, к сожалению, неправильный такой неверный загар, который образовывается, если вы только его носите для загара. Поэтому я бы советовала либо миксовать различные виды купальника, либо какие-то из этих завязочек развязывать по вашему желанию. Я знаю, что многие люди вообще специально не загорают, они используют искусственный загар, а на пляже загорают с большим количеством солнцезащитного крема и под навесом. Соответственно, в принципе, многим, кого я знаю, в том числе и клиентам, им нужен купальник просто для вот такого эстетического эффекта. И вот для эстетического эффекта такие купальники будут выглядеть просто замечательно. Можно, кстати, внутри вот этого тренда миксовать еще несколько. Например, взять купальник с мелкими завязками, плюс добавить цветочный принт или добавить какой-то насыщенный цвет. Благо в этом сезоне, как и в последующих сезонах, мы уже видим тенденцию, что все более носибельные, все более доступные, все более комфортные тренды присутствуют. И мы уже знаем с вами, что мы с вами движемся к моменту, когда все одновременно будет в моде, и каждый просто выбирает из этого огромного количества то, что ему нравится. Так вот, этот тренд тоже очень носибельный, очень сексуальный, очень красивый. И все тренды, которые я сегодня указываю в купальниках, они представлены абсолютно во всех ценовых сегментах, что не может не радовать. Следующий очень специфический тренд это пейсли. Не каждый любит этот принт, он очень восточный, он очень особенный, некий ориентализм присутствует вот в этом конкретно типе принта. Лично мне тип принт пейсли нравится, но умеренно. Мне нравится, когда он, допустим, в том же купальном костюме сочетается с другими видами принта, такой принт комбо, или когда он более нейтральный и менее классический пейсли. Классический пейсли принт это еще и очень контрастный, черный, таракотовый, зеленый. А мне нравится, когда он слегка такой припыленный, возможно, немножко в стиле 70-х и ближе к 80-м. У большого количества брендов сейчас этот принт присутствует на купальниках костюмах в разных абсолютно вариациях. Можно брать и миксовать топы, допустим, чтобы не все было пейсли. Можно взять топ с этим принтом, а низ, допустим, однотонный. Опять же, по вашему желанию. Я только за то, чтобы экспериментировать, в том числе с купальными костюмами и пляжной одеждой. Так вот, принт пейсли, он замечательно смотрится. Смотрится единственный момент, который стоит учитывать, то, что он очень обращает на себя внимание, особенно если он контрастный. Поэтому те зоны, на которые вы хотели бы меньше делать акцента в вашем наряде пляжном, я бы использовала там что-то другое или более нейтральное. А вот ту зону, которую вы хотели бы акцентировать, туда смело добавляйте пейсли и еще раз пейсли. Следующий, безумно женственный, очень Rita approved тренд, это купальник абсолютно любого формата с чашкой бюста Balconet. Balconet это очень красивый формат, там есть underwiring, то есть такая поддержка груди. Дальше фишка Balconet, я уже рассказывала, было отдельное видео в том, какие типы нижнего белья существуют. Так вот, в bra Balconet это формат, когда у нас половина груди, верхняя ее часть открыта. Это очень нам напоминает какие-то 17-18 века, когда, собственно, вот эта вот часть Balconet была частью одеяния женского. Это очень чувственно, очень женственно и на пляже как никогда уместно. При этом есть девушки, которым в любом случае нужна какая-то поддержка груди. Невозможно носить, если особенно размер груди побольше, купальник без поддержки, потому что тяжело, потому что неудобно. Вот так вот бывает. И поэтому для таких девушек Balconet замечательно. Для девушек с минимальной грудью Balconet в том числе будет осуществлять некую поддержку и за счет ткани немножко приподнимать грудь вверх и образовать вот этот вот красивый формат декольте, который замечательно, очень женственно смотрится. Для меня это безумно романтичный вариант bra в любом исполнении купального костюма. И, кстати, этот bra может быть как в цельном купальном костюме, точно так же и в раздельном, более винтажном, более современном, по вашему желанию. И сюда тоже можно, знаете, как в салат добавлять еще и насыщенный цвет, добавлять какой-то принт. И все это вместе будет создавать очень интересный женственный образ. И как никакой другой тип лифа, этот самый чувственный, самый женственный, очень романтичный, красивый и при этом достаточно практичный. Следующий купальник подойдет девушкам, которые любят очень активный образ жизни, в том числе на пляже. Вы там, не знаю, хотите в пляжный волейбол поиграть, хотите пойти на скорость поплавать, попрыгать, побегать, все что угодно. И в том числе, кстати, девушкам, которые, например, с детьми, а дети бегают, а вы за ними бегаете, и так этот ваш пляжный отдых происходит. Я просто у меня, знаете, я осталась практически единственным нетронутым цветочком в нашем букете подруг, у которых практически у всех дети. И это так удивительно, потому что ты наблюдаешь совершенно другой образ жизни, когда мы там вместе встречаемся, когда есть какое-то какое-то мероприятие, или даже условно пляж или прогулка, когда у тебя есть ребенок, это, опять же, мое восприятие, ты все равно постоянно включен, ты постоянно за ним наблюдаешь, смотришь, бегаешь и развлекаешь. Твое внимание сфокусировано на этом, поэтому активный образ жизни, он, мне кажется, что у мамы всегда присутствует, априори активный. И поэтому вот этот тренд, тренд спортивных купальников, или купальников в слегка спортивном стиле, это именно оно, потому что позволяет хорошую поддержку в фигуре делать, позволяет нормально передвигаться без риска, что какая-то поворозочка развяжется, а обычные спортивные купальники, это чаще всего купальники, которые без вот этих вот поворозочек. И это, кстати, очень триггая тема, эти поворозки, которые иногда могут совершенно спокойно, легко развязаться, или ребеночек за нее потянул, и она развязалась. В общем, этих конфузов никому не нужно. Более того, девушки, у которых более спортивный тип фигуры, любят использовать такие спортивные купальники, чтобы, опять же, подчеркивать свои естественные данные и изгибы. Так что спортивные купальники очень актуальны, особенно для активного образа жизни. Купальники, которые вообще не выходят из моды и не выйдут, это купальные костюмы в винтажном стиле. В винтажном стиле, если мы говорим, например, про раздельные купальники, это, например, бра, допустим, балконет или не балконет, и трусы, трусы. Я хотела сказать трусики, потом сказала трусы, и получилось трусы, трусы на завышенной талии. Очень красиво смотрится, очень женственно. Иногда могут добавляться какие-то дополнительные детали, точно так же туда еще и принт можно кидать, и насыщенный оттенок. Для тех, кто хотел бы каким-то образом получить некую поддержку животику. Для беременных женщин, кстати, замечательный абсолютно вариант, очень классный и комфортный ощущается. Для девушек, которые недавно, допустим, родили или еще не восстановились после родов, это замечательный вариант, когда есть поддержка живота, и можно взять более плотную ткань, которая слегка будет корректировать фигуру, опять же, при вашем желании. Также есть просто девушки, которым очень нравится вот такой вот винтажный стиль пляжных костюмов. Я очень рекомендую, это очень женственно, красиво смотрится, абсолютно со всем сочетается. Можно потом сверху набросить какое-то парео, или платье на завязочках, легкие шлепочки, пляжная сумка, шляпка, и все, вы уже готовы. И в том числе этот купальный костюм, он больше прикрывает тело, соответственно, тем, кому некомфортно в очень минималистичных купальниках, это идеальный вариант. И последний тренд нашего сезона в купальных костюмах, это купальники с драпировкой абсолютно любого формата. Драпировка очень красивый акцент делает на фигуре, единственный момент драпировки в том, что она визуально добавляет некоего объема, и на это нужно обратить внимание, для того, чтобы правильно его распределять по вашей фигуре. Например, девушки, которые бы хотели по какой-то причине визуально увеличить грудь, драпировка на верхней части – ваша задача. Девушки, которые хотели бы каким-то образом визуально увеличить бедра, драпировка на трусах или на какой-то нижней части просто вашего цельного купальника – это то, на что стоит обратить внимание. Те, кто, наоборот, не хотели бы увеличивать какую-то часть тела, или, наоборот, возможно, ее визуально по каким-то причинам скорректировать, драпировку стоит обходить стороной, особенно крупную драпировку. Вот такие тренды в этом сезоне у нас в купальных костюмах присутствуют. Напишите, какой вам более всего по душе. Ставьте пальцы вверх этому видео, если тема трендов и вообще лето вам понравилась. И если вы хотите этим летом, наконец, дожить до того времени, когда мы куда-то полетим и будем лежать на пляже в купальных костюмах и чувствовать солнечные лучи на своем теле, тоже ставьте пальцы вверх. Люблю, целую. Ваша Рита. Редактор субтитров А.Семкин